Так просто сложилось, что первое место, в которое я получил работу после того, как закончил специализацию по пластической хирургии, это была клиника моего, одного из учителей, человек, которого глубоко уважаю, Ашрафов Рауф Ашрафовича, у него как раз была сеть клиник лазерной хирургии, где, в общем-то, я и проходил, ну, скажем так, уже обкатку, как именно практикующий хирург, вот, ну и так дальше и пошло, что, собственно говоря, все вылилось в то, что я открыл маленькую свою клинику, которая специализируется на лазерной хирургии. Ну и действительно, когда я уже немножко поработал в этой среде, естественно, понял, что лазерные технологии, они, несмотря на то, что, да, о них имеются разные отзывы, да, в большинстве своем они намного более эффективны, чем все остальные, да, чем классическая хирургия, так называемая, холодная, да, с применением скальпеля, вот, и для некоторых операций это просто незаменимая вещь лазер, поэтому все-таки это действительно обоснованный был выбор. Лазерная хирургия, да, достаточно, в общем-то, старая уже, да, вещь, поскольку лазеры в медицине начали применяться где-то порядка шестидесятых годов, да, прошлого уже века, вот, и достаточно уже это все обследовано, огромное количество научных работ написано, да, для лечения тех или иных методов, применения тех или иных методов лечения разных заболеваний, да, с применением лазера, и уже давно доказано, что лазерные вмешательства, они менее травматичны, менее долговременны, быстрее заживают раны, легче протекает послеоперационный период, в ряде случаев меньше послеоперационной боли, вот, в большинстве случаев, если вести разговор о косметической хирургии, более эстетично результат получается при применении лазерных методик, опять же, он позволяет, с учетом того, что лазеров появляется все больше и больше, да, решать значительно большее количество проблем, чем это можно было сделать раньше. прекрасно зарекомендовали себе лазеры при лечении различных сосудистых патологий, поэтому, в общем-то, есть куда развиваться этой методики лечения людей, в общем-то, плюсов больше, чем минусов. Причем лазеры бывают разные, некоторые лазеры могут решить некоторые проблемы. Сейчас основная проблема лазерной медицины состоит, особенно косметической медицины состоит в том, что пытаются создать какой-то универсальный рецепт решения всех проблем, да, то есть клинику купили, предположим, какой-то лазерный аппарат, его начинают всем пациентам назначать, вне зависимости от того, что именно пациент хочет, и, естественно, получается в итоге, что кому-то из пациентов, да, с определенной патологией, для которой был создан этот лазер, она, по-моему, эта методика помогает каким-то пациентам, которым пытались решить проблемы, которые нельзя было решить с помощью этого лазера, да, предположим, это не помогло и это создало определенный негатив вокруг этой методики. То есть для всего есть свои показания и противопоказания, соответственно, для лазера в том числе. Поэтому все проблемы, которые могут возникнуть лазером, да, минус это связано с тем, что не по назначению используется тот или иной метод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok